желание странствовать это не профессия а склонность души она или есть или нету у кого есть тот уж изменить не может у кого нет тому незачем олег куваев дом для бродяга сегодня мы совершим путешествие на западный склон южный димиджей обычно ходят долина привидений поднимаются на вершину к триангуляционному знаку видно луж что красота там своя красота тропа вторая опять звериная потом скалы потом непонятно потом в общем так или иначе я на верху на той скале который стремился я думал поднимусь снизу кажется за скалой поднимаемся и плата да это начало плата на плата этого плата над скалой до димиджинского плата еще далеко но обо всем по порядку путешествия вместе оставайтесь на канале за мной кстати скала козырек погода что-то ухудшается утром было все затянуто было все в тумане затем вышло солнышко вот опять подсвечивает но со стороны четвердага я смотрю тянет такое аж черное недавно я показывал виды со скалы козырька с рпака я чуть дальше пах калка я 100 вершины это было буквально течение последнего месяца были эти путешествия сегодня будут виды немного другого плана и мы все-таки наверно поднимемся выше по южной димиджи сам подъем осуществили но это чисто спортивный интерес по тропе по которой я не ходил ранее обо всем порядок вот раннее утро в алуште и начинает вставать солнышко раз поглаживается туман спадает и я буду чистом же когда ищешь их нет когда они не нужны не успел выйти все-таки низкая облачность вот слева пахкалка я затем сарпака я верхушки покрыты покрыты туманом туманом это низкие облака она вот туда где основная пелена тумана сегодня мы сделаем восхождение именно там в общем облака упали в считанные минуты и таким образом я остался без каких-либо ориентиров поскольку по западному кулару я еще ни разу не поднимался прямо передо мной долина привидений к сожалению не смогу показать красоту проходим мимо пока этом по кустам лазил начинает растягивать туман их проясняется скалы постепенно открывается видно большой каменный хаос чем выше подымается солнце тем отчетливее все видно проясняется дымка спадает огромные многотонные глыбы после большого землетрясения прямо на глазах уходят облака слева виднеется сарпака я одна же скала козырек природа постепенно просыпается мы же движемся все дальше к западному склону вот я уже под большим каменным хаосом под ногами стоит роса и здесь я отчетливо вот понимаю я привык ходить без палатки проснешься как на на кирскер менее я проснулся спальник был хоть выкручивай насквозь мокрый вот здесь такая же картина сегодня кажется совсем недавно я показывал пахкал слева и по центру козырек я был на двух этих вершинах а сегодня мы делаем восхождение по другому кулуару на южной димиджей кто-то шел дальше потому как не ничего не понятно одно дело дома смотреть на вид со стороны крупным планом издалека и другое дело когда над вами скалы сложнее определить где где можно подняться с минимальным ущербом для здоровья затратой силы времени дошел кусты ветви прямо прогнулись от ягод здесь не знаю ведра 3 наверно можно набрать погорячился сказал ты здесь таких кустов 100 штук и на каждом еще не спала утренняя роса там впереди еще одна цель это уже будет когда световой день увеличится в следующем году под сарпака я две пещеры которые я хочу посмотреть боярышник так но раз погоживается 4 дак еще затянут не видно вершины но то синие краски леса и вот мне кажется мне нужно под ту скалу добраться вот упорная от стремлюсь туда потратил куйму времени и сил по кустам по звериной тропе пошел и вот теперь заблудился начало меня не впечатлило собрал всех пауков по кустам такое восхождение это чисто спортивный интерес пробраться туда где еще не был здесь не будет и красоты что в долине привидений каменном хаусе но но коль уж пошли то идем до конца красавцы пара белоголовых сипов интересно что ближе подлетят подлетят цель все ближе кусты тёрна встречается видно хребет эльх кая кудрявая моря вот я уже под скальником не знаю каким ближе к верхнему или но здесь начинается уже путь между скал веду туда не знаю куда хочу увидеть то не знаю что залез какие-то выше тем больше ощущается осень леса падает если здесь дождь начался это вообще что-то залез такое не знаю как я поднимался но короче через какой-то куларчик вынырнул уже ближе к плата это уже больше похоже на правду кажется я понимаю это я вышел на той скале а до плата еще впереди еще подъем подъем но можно выбрать другой путь вот все верно я вышел на той скале которая упор нашел по кустам там лазил сверху кажется вроде тут чепуха а потратил я наверно часа два на подъем внизу большой каменный хаос погодка начинает портится порывами начинается ветер и со стороны чатердага из юга облака идут с очень большой силой поэтому у нас выбор небольшой либо спускаться либо идти навстречу приключением вверх спускаться было бы неправильно поэтому мы сегодня еще увидим что находится погода меняется прямо на глазах чуть-чуть проглядывает солнышко вот такое аж черное натягивает он пахкал уже вершину пахкала накрыла и тучи движется мою сторону вдали вижу все-таки парочка белоголовых сиповых по полету спутать трудно вот были крупные ястреба а сейчас вот вижу отчетливо вижу но далеко шампиньонов короче если бы я сегодня собирал грибы уже наверно пол ведра точно нарывал как-то незаметно произошло восхождение лазил там не знаю долго лазили по кустам попал на звериную тропу потом на другую в общем непонятно все зарослях и как-то раз и вынырнул на плата этой скалы снизу кажется что за скалой сразу же находится плата по факту это далеко не так но тем не менее полдня светового еще впереди людей там хайкинги там какие-то трек треккинги там кемпинги вот мы же сегодня в свободном полете по простому куда жопа занесет вот поэтому вот занесла сегодня на эту скалу мы поднялись поднялись почему потому что все ходят обычно там долина привидений решина где триангулятор все как-то по красивым местам здесь было немножко скалолазание немного экстрима нагрузочка физическая была но в целом отсюда открываются красивые виды в частности за мной скала козырек очень красиво ну и естественно мы продолжим сегодняшний путь посмотрим что дальше погода то портится то настраивается сейчас опять растянуло буквально две минуты назад эльх кая за мной и не было видно такие прямо черный четвердага не видно вообще не видно и такие черные прямо тучи шли и тут солнце красота будем раздеваться от прямо весенняя погода хотя обещаю дальше уже похолодание буквально на днях вот похолодание сегодня такая вот красота оставайтесь на канале путешествуем вместе да и еще кстати пару слов хотелось бы сказать задают вопросы что касательно посещения заповедника какая там пропускная система я уже рассказывал на эту тему рассказывал вот давал ссылочку как можно получить пропуск но пропускная система это ялтинский горнолесной там буквально буквально там полтора десятка может быть туристических троп указан это же не значит что на этом заканчивается путешествие пишут отложил поездку второй раз вам большой привет значит прикол том что не надо ничего откладывать ничего не изменится если вы решили куда-то пойти рюкзак на плечи и вперед главное чтобы погода позволяла получить максимум радости максимум удовольствия от похода ничего не изменится в этом плане пропускная система можно выписать можно это электронные пропуска то есть это основные туристические тропы но есть масса мест в риму частности за последний месяц я показывал козырек показывал пахкалка я сейчас мы поднимемся кстати за мной такая вот красота вот такая вот красота не знаю что там видно чего не видно поднимемся выше много мест где ялтинский горнолесной может даже уступает по красоте поэтому всегда есть нехоженные тропы сегодня у нас маршрут абсолютно новый абсолютно неизведанный скажем так вначале вообще меня не впечатлило но сейчас вот смотрю то что находится передо мной сейчас покажу отдельно но это это нужно просто видеть поэтому путешествуйте путешествуйте ярких вам эмоций хорошей погоды и добрых впечатлений красота открывается и мы попытаемся подняться туда повыше сейчас если смотреть если не знать что там должен быть пахкалка я по центру лысый иван то просто человек даже не догадается что он там есть вот так вот взяла и закрыла . облачко и на сарпу уже находит вот такая вот облачность это все происходит считанные минуты две минуты все затянуто две минуты еще все все красиво ничего нет еще три минуты спустя то есть затягивает с огромной скоростью но на плата что-то не поднимается наверх вот такие сегодня пониженная облачность все оставляем эту вершину или скалу или как сказать и поднимаемся выше нужно представить сколько веков этому дереву не одно столетие оно стоит на этой вершине где-то что-то все да а а а а чуть-чуть вот там просто камушки главное бог не улететь мы срежем Продолжение следует...